Патриоты Украины Агентство экстремального туризма при Порошенко организовало для вас захватывающее путешествие через Дикий Майдан. Но по возвращении вы обнаружили, что оказались не в одной стране, а сразу в трех. Украина, Новороссия и еще одна. О ней чуть позже. Как бы далеко не заводило вас ваше любопытство, но со своей Украиной расставаться вы не захотели и бросились доказывать, что у Украины все-таки больше прав на существование, чем у какой-то там Новороссии. Вы предсказуемо клялись, что когда отправлялись в путешествие через Майдан, на этом месте было всего лишь одно государство. И это было государство Украины. И это правда. Так оно и было. Но после Майдана Украин почему-то стало две. И одну из них уже зовут Новороссия. Это несправедливо. Так нечестно. Хотя, как результат экстремального путешествия, согласитесь, это нормально. И даже круто. Вы ведь сами путевки покупали. Итак, видя, что Новороссия не галлюцинация и что она сама по себе не исчезает, вы, засучив рукава, не вынимая клавиатуры из соцсетей, взялись объяснить всему миру и вполне живым жителям Новороссии, что Новороссии нет. Что это фейк. И придумал его известно кто. Правитель жестокого и бескрайнего севера, в который кроме севера входит еще юг и восток. В общем, правитель чего-то огромного и ужасного. Такого, что даже трудно себе представить. Именно о нем поется во втором ультракоротком гимне Украины. Ведь не только Украин стало две, но и гимнов стало два. Просто второй, который новый. Ну такой, совсем коротенький. Ла-ла-ла. Ну так вот. Когда без серьезных аргументов у вас не получилось доказать, что Новороссии нет, вы решили избрать другой путь и обратились к истории. Вы нашли вполне убедительные исторические справки о том, что Украина будет постарше Новороссии, а значит имеет больше прав на существование на территории Украины. Такой подход получился более цивилизованным и понравился миру больше, чем упрямое отрицание существования живых жителей Новороссии и тем более попытка незаметно стереть их с лица земли. И вот тут-то замаячило еще одно имя. Как только вы коснулись истории, вы сами того не ведая получили бонус от, вы помните еще, агентства экстремального туризма при Порошенко? Вот от него. И у вас, патриоты Украины, появилась возможность продолжить ваше сказочное путешествие и узнать, наконец, имя третьей страны, образовавшейся в результате вашей высадки на Майдане. Открывайте учебники истории, дорогие путешественники. Эти учебники имеют безупречную железобетонную репутацию. И там черным по белому написано, что больше всего прав на возрождение на территорию Украины и на историческую справедливость имеет не Украина, не Новороссия и даже не Киевская Русь. Зовут эту третью страну или, если вам больше нравится, третью сторону Хазария. Вот так вот, браты. Вы думаете, вы сейчас слушаете мое обращение? Сейчас вы слышите счет, который уже открыл рефери. 7, 8, 9. Вы не то что встать, вы даже глаза боитесь открыть. Вы боитесь увидеть правду, о которой здесь веду я свой рассказ. Вы боитесь увидеть лица нового украинского парламента. Теперь-то вы точно знаете, чей он на самом деле. Поздно? Да. Но хоть любопытство свое утолили. Хоть узнали, наконец, как красиво припорошили от вас конечный пункт вашего сказочного путешествия. Все. В финал вышла Хазария. А для вас, украинские патриоты, путешествие закончено. С возвращением домой. Без музыки, без барабанной дроби, без аплодисментов. Выходить можно через Майдан. Там сейчас как раз никого. Да, о Новороссии. Новороссия еще поборется. Кстати, нынешний финал – это повторение финала тысячелетней давности, 964-969 годов. Есть ли у нас свой Святослав для решающего сражения? Есть. Он и у вас есть. Так что, браты, когда очнетесь, ну если вдруг, приходите поболеть за нас, что ли? Лично я верю, что вы очнетесь, и что мы еще повоюем с вами плечом к плечу. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok